Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, сегодня у нас с вами заключительная лекция, посвященная теме модуляции в гармонии современной музыки. И, на мой взгляд, она будет самая интересная с точки зрения как раз освещения этой темы, ее квинтэссенции. Я начал свою вот эту серию лекций с того, что попытался вам рассказать гипотезу такую, что любые два самых несвязанных аккорда могут быть соединены, даже если между ними нет каких-то совершенно четких, определенных функциональных гармонических связей. И сегодня мы проведем такой эксперимент, я специально не готовился, но думаю, что это возможно сделать. То есть мы свяжем все вообще тоники, которые есть в хроматической гамме, через доминанту той тоники, в которой мы должны разрешиться. То есть суть простая, мы возьмем два мажорных аккорда до и все остальные 11, и через доминанту вот этих вот 11 аккордов мы их попытаемся связать, используя те вот навыки и то понимание, которое у нас уже есть. Откуда у нас это понимание возникло? Во-первых, оно возникло из той модели, что если есть хотя бы одна общая нота между двумя аккордами, то они уже связаны, могут быть связаны, и речь идет не только о двухтонических аккордах, а вообще о любых двух аккордах, любых, какую бы они функцию не отображали, и чем бы они не были выражены, все равно если есть одна общая нота, и желаете, чтобы она была верхней, то эти два аккорда могут гармонично ужиться и перейти один в другой. Вот. И или если существует гармонический блок с удоминанта, доминанта, тоника, тогда нам, собственно, эти связи не важны. Вот. Но сегодня мы оставим только одну связующую функцию доминанту. В эту доминанту мы должны каким-то образом попасть из нашей первой ключевой тоники. не важно, как она будет выражена, но учесть, то есть учесть эту ноту и разрешиться в другую тонику. Поэтому мы начнем сейчас двигаться. Вам совершенно сейчас необязательно даже запоминать вот эти комбинации аккордов, которые я играю, и необязательно даже понимать логику, почему произошло. Нам сегодня главное услышать, что любой аккорд через доминанту может быть соединен с другой тоникой, как бы далеко эта тоника одна другой не стояла, насколько бы разными не были эти аккорды, не связанными с собой какими-то гармоническими и другими связями. Мы из до мажора будем разрешаться в иную тональность по кварт-кринтовому кругу. Сначала в соль, потом в ре, потом в ля и так дальше. И будем размышлять, а что происходит. Итак, нам нужно разрешиться из до в соль. Но здесь, собственно, никаких сложностей нет, потому что существует кварт-кринтовая связь. До — это субдоминант для соль. Да, поэтому вот просто меняем доминанту, оставляя коммунту на ре и разрешаемся в соль. До — это все логично. Так, это первое. Второе — ре. Здесь тоже не должно быть никаких сложностей, потому что ре — это вторая ступень, значит, здесь есть какие-то стандартные закономерности, а ля — это шестая ступень, значит, все должно быть тоже красиво связано. Вот и связано. Вот до мажор. Вот соль. То есть ля доминанта. Сус 13. Возвращается в ре. Уже в другой тональности, можем дальше уже внутри нее. Следующее. Из до мажора мы разрешаемся в ля. Здесь тоже нет определенных сложностей, потому что существует взаимосвязь. Для того, чтобы пойти в ля мажор, мы должны сыграть сначала доминанту для ля, это нота ми, а ми — это все-таки доминанта в общем мажорном ладу, это доминанта к минорной тонике, поэтому здесь, что бы мы ни сыграли, все равно это будет звучать, потому что существует базовая функциональная связь. Вот мы в ля мажоре. До мажор, дальше сус 13, доминанта. Давайте найдем какое-нибудь другое изложение. Вот такое. Вот. Оставив общую ноту наверху, так будет эффектней. До, ми и ля мажор. Двигаемся дальше. Из до мажора нам нужно сделать модуляцию в ми. Здесь тоже нет никаких особых сложностей, потому что я уже вижу, что отклонение в доминанту, а доминанта — это нота си для ми мажора, это соседняя нота от до, вот это полутоновая связь, и тем более в этой доминанте есть общая нота из до мажора, вот она. Смотрим, что происходит. До, нота ми общая, мы разрешаемся в си, сус 9, доминанта и ми мажор. Все, вот мы вышли в ми мажор. Так вот было хуже, потому что соль диез вышел неизвестно, откуда. А вот так вот будет интереснее. Ми. Итак, четыре тональности. Разрешаемся в си. В си у нас доминанта будет фа диез. Мы должны из этого аккорда выйти в си мажор. И я сразу вижу, что если мы возьмем тонику до мажорного в таком виде, то я нахожу альтерированную минус 9 ступень для доминанта, исполняю альтерированную доминанту и выхожу в тонику си. Смотрите еще раз. Я могу тоническое трезвучие мажорное представить в 6 ступень, а наверху с 13, и это будет плюс 9 ступень, фа диез, альтерированной доминанте. И таким образом решится в си. Вот мы находимся в си. Можно ли это сделать через доминанту не альтерированную, а через микселидийскую? Давайте попробуем. Значит, микселидийская доминанта должна звучать вот таким образом. Да? Свяжется ли это с до мажором? Да? И даже было интересно. И тоже логика понятна, что до мажор как бы становится... Ой, пардон, виноват. Еще раз. Вот. Итак, мы разрешились из до мажора в 5 диезных тоналистов. В соль, в ре, в ля, в ми и в си, в фа диез, я пока оставлю на закуску. Как общую тональность для тонально-диезных и бемольных. Давайте еще раз все эти блоки повторим, чтобы вы их услышали. А потом перейдем к переходу к модуляции в бемольной тональности. так. До, соль, дальше ре, разрешились, дальше в ля, в ми, в ми и в си. Смотрите, как все просто, а тем не менее, вот из того, что я сыграл, какое разнообразие вообще гармонических схем для будущей музыки можно придумать. Двигаемся дальше. До мажора разрешается в бемольные тоники. Тоники с бемолями. Первая бемольная тональность это тональность фа мажор. Ну, догадайтесь сами. До это доминанта для фа, поэтому какие сложности. Просто тонику превращаем в доминанту в седьмую ступенью или превращаем его в микселидийскую доминанту и разрешаемся в фа мажор. Здесь все просто. Следующее. Си бемоли. Дальше двигаемся в си бемоли. Что произошло? Произошло вот что. Доминанта фа, которая должна была разрешиться в си бемоль, выражается аккордом сус девять. Вот он. То есть ми бемольная трезвучая наверху и фа в басу. И поскольку это имеет общую ноту с аккордом дос предыдущим, то связь произошла очень просто. си бемоль. Идем дальше. Ми бемоль. Тоже просто. Смотрите, какая здесь связь. В доминанте си бемоль, сус тринадцать есть общая нота соль с доу-мажорной тоникой. Значит, она никакой разрешается в тонику ми бемольную. До. Красивее, правда ли? Дальше. Мы должны разрешиться в следующую бемольную тональность. ля бемоль, тональность с четырьмя бемолями. Так. Доминанты у нее. Вот она. Попробуем сыграть тупо. Ни о чем не думаем, никаких связях между аккордами. Все прекрасно звучит. Ну, логика понятна. Значит, наверху у нас находилась нота ля бемоль в данном случае или соль диез для до. То есть, вот уже не сложно себе представить, почему это происходит. До становится вот такой доминантовой функцией с плюс пятой ступенью, и у нас появляется общая нота. Мы ее, как бы, пропустили, сыграли сразу, но вот это вот полутоновое тяготение, когда соль пошло на полтона выше, в плюс пятую ступень в до мажоре, ну, как бы, подчеркивает, что функция тоническая в доминантовую как бы сначала не превратилась, но одна нота ее обозначила. Вот. Тем самым, дав нам возможность сыграть следующую доминанту. Она была первой в исполнении и блестяще связала до мажор с ля бемолем. И следующий. Следующую связь нам нужно сделать из до мажора и перейти в ря бемоль. И самое интересное, что в этом случае нам тоже поможет нота вот именно вот эта вот ля бемоль, потому что доминанта у нас может быть представлена таким образом. У ря бемоля доминанта ля бемоль. Нам нужно сыграть вот такой аккорд, чтобы разрешиться в ря бемоле. Да? Вот. Но вот эта вот нота фа, как вы понимаете, вот совсем не связана с нотой до. То есть нет никакой связи в стональности до мажора. Но если мы продолжим эту макселедийскую доминанту дали а бемоля, то мы опять получим вот эту связующую ноту, которая идеально разрешится в ря бемоль. Итак, до. И мы в ря бемоле. Вот видите, мы нашли вот эту связь. Хотя я думаю, что есть какие-то более простые вариации. Итак, мы связали пять диезных тональностей и пять бемольных. И остался у нас один-единственный, одна-единственная тональность фа диез, либо соль бемоль. Аккорд, который ну совсем никак не связан с домом мажора. Ну то есть абсолютно совсем. В до мажоре одни белые, в фа диезе практически одни черные, там шесть черных, шесть литерированных ступеней. И как это связать, непонятно. Вот. Но оказывается, что и это можно сделать таким интересным образом. В фа диез мажор нам нужно разрешиться через доминанту. До диез. Да. Вот она. И пока вот играя какие-то такие блоки, я не вижу ни одной связующей нотки с тональностью до. Но если я возьму субдоминанту, например, второй ступени, вот она, то я эту ноту зацепил. Ре. Ре есть в тональности до мажора, в ноте до мажора. Вот она может быть связующей. А из предыдущего урока вы помните, да, что для того, чтобы нам сыграть последовательность 2, 5, 1 с полуменьшенным септ-аккордом надо поменять только бас. То есть вот таким образом может звучать доминанта, который разрешится в фа диез. Еще раз. Смотрите, весь блок. Вот он, полуменьшенный септ-аккорд, вторая ступенья, соль диез. Он же доминанта с до диезом. И вот он разрешается в искомую нам тонику фа диез. И вот эта нота Ре должна находиться в аккорде до мажор. И наверняка эта гармоническая связь произойдет. Попробуем. Ага. Я запоминаю просто. Итак, поехали. Вот. Послушайте еще раз. Конечно, наверное, было бы эффектнее, если бы мы сыграли бы сначала субдоминанту. Конечно. Видите? Эта связь более такая зримая становится. Но и без субдоминанта через доминанту к фа диезу мы смогли это все собрать. Время уже много. Я не буду повторять все эти комбинации. Но самое главное, что вы, наверное, услышали, что в музыке вот используя те несложные принципы, которые я пытался рассказать на протяжении семи последних уроков, можно сделать все. То есть можно связать два самых разных аккорда. А стало бы сделать модуляцию из одной тоналиста в самую другую, как бы далеко и насколько бы далека из родственных связей она была. Соответственно, с родственными связями просто используя такие простые методы. Наличие одной или двух нескольких нот, использование доминанты если не получается разрешаться сразу из тоники в тонику доминанты как дополнительные функции которые эту связь обнаружат и собственно произвести любую модуляцию любое тональное отклонение какое только возможно внутри хроматической гаммы так щедро подарены нам небом, богом и осознанным нашими мозгами нашим головам благодаря, конечно, практике. Спасибо вам, дорогие друзья за то, что вы были с нами за то, что вы тратили время и пытались понять все эти хитрости музыкальной гармонии. До новых встреч!